Глава государства принял Акима североказахстанской областью Кумара Аксакалова. Аким отчитался о развитии сельского хозяйства, подготовке к отопительному сезону и реализации инвестиционных проектов. Кумар Аксакалов сообщил, что в этом году ожидается средняя урожайность зерновых в 16 центнеров с одного гектара. Планируется внести 170 тысяч тонн минеральных удобрений. Область лидирует по этому показателю в республике. В аграрный сектор в нынешнем году ожидается привлечения инвестиций на сумму 180 миллиардов тенге. Реализуется 31 проект на общую сумму 76 миллиардов тенге. Кроме того, для нужд сельского хозяйства приобретено 2,4 тысячи единиц техники. Сегодня идет строительство 17 молочных ферм, трех птицефабрик, тепличного комплекса и маслоэкстракционного завода. Производство молока в области увеличилось на 26%. Президенту также рассказали о проектах в сфере промышленности. В этом году открыли кирпичный завод, производство железобетонных изделий и молочный завод. Намечен запуск предприятий, изготавливающих бумажную продукцию и автоклавные газоблоки. Планируется реализация инвестиционных проектов по выпуску ДСП, электрощитового оборудования и легких стальных тонкостенных конструкций. Акимобласти сообщил, что в новом учебном году в Североказахстанском университете имени Монаша Кузыбаева откроется учебно-лабораторный корпус, оснащенный современными лабораториями. СКУ совместно с университетом Аризоны, входящим в топ-100 лучших вузов мира, провел первую приемную кампанию на получение двудипломного образования. Отдельно была представлена информация о строительстве жилья. В этом году введут в эксплуатацию 401 тысячу квадратных метров жилья. Планируется реконструкция 663 километров дорог. На эти цели направлено 22 миллиарда тенге. В сфере водоснабжения ремонтными работами охвачено 55 сел. Глава государства поручил в установленные сроки завершить уборочную кампанию и продолжить реализацию инвестпроектов. По итогам 7 месяцев по всем основным отраслям экономики в области обеспечен рост. Такой же рост будет обеспечен и до конца года. Мы видим, что выросла средняя заработная плата на 22%. Перечисления в пенсионный фонд выросли на 25,5%. 84% по итогам года мы ожидаем, что будет обеспеченность населения чистой питьевой водой. И работа по обеспечению качественными дорогами тоже идет на системной основе. 81% мы ожидаем по итогам года.